Нестыковки и недоработки в законах явление нередкое. Предугадать и предусмотреть все тонкости и нюансы у законотворцев получается не всегда. Вот и в законе о лицензировании образовательных учреждений появилась неточность в отношении заведений дополнительного образования, школ искусств, музыкальных и художественных школ. По нормам СанПина в зданиях должны быть отведены места под столовую, пищеблок и медкабинет. Но для школ дополнительного образования все это не обязательно, уверяют директора. Дети на занятиях находятся не больше двух с половиной часов и проголодаться просто не успевают. Но и это не все. На примере своей школы. У меня школа расположена в памятнике культурного наследия федерального значения, в дом, в котором жил Ленин. Это по улице Пионерская, 6. Так вот, чтобы не построить пищеблоки или медицинские кабинеты, конечно, придется пройти очень большую процедуру согласования, в которой в итоге я думаю, что я получу, конечно, отказ. И на тот момент, когда эта процедура будет проходить, то есть школу придется закрыть, а куда я пойду. На встречу с депутатом Госдумы Екатериной Кузьмичевой пришли представители сферы культуры. Вопросов в этой области накопилось через край. Это и понятно. Жизнь меняется, а закон о культуре действует в нашей стране, принятый еще в 1992 году. В 2014-м председатель Федерального собрания Валентина Матвиенко заявила, что необходимо сформировать и принять новый закон о культуре, адекватный сегодняшнему дню. Если не будет основ формирования культуры у населения, если не будет этих культурных ценностей, на которые нужно опираться при выстраивании всех абсолютно процессов экономических, политических и так далее, то не будет будущего у нашей страны. Закон о культуре должен быть принят в этом году. Если претензий со стороны культурной общественности к нему не возникнет, то на весенней депутатской сессии. Если же вопросов окажется больше, чем предполагают чиновники, то принятие закона отложат до осени. Марьяна Мирная, Артем Сулайманов. События.